Период пандемии не просто внес свои коррективы в жизнь людей всего мира. Он стал поводом для того, чтобы создать целую систему мер, позволяющих организовывать рабочий процесс с учетом эпидемической обстановки. Исходя из масштаба пандемии, ее последствия были выработаны социально-экономические меры поддержки для всех участников трудового процесса. Так, наниматели получили право объявлять простой, вызванной эпидситуацией на предприятии без ограничения общей продолжительности в течение календарного года. Нахождение работников простоя, продолжительность которого превышает 6 месяцев в течение календарного года, дает право работнику потребовать у нанимателя досрочного расторжения трудового договора в период простоя. Как рассказали нам в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома, в документе поднимается и тема отпусков, так как в период пандемии многие наниматели вынуждены были инициировать их предоставление без сохранения заработной платы. Особые условия появились и в вопросах обеспечения самоизоляции. Нанимателю предоставлено право по своей инициативе направлять работника с его согласия в отпуск для нахождения в режиме самоизоляции с обязательным условием пребывания в месте, которое будет определено нанимателем. Продолжительность данного отпуска не ограничена и определяется по соглашению сторон. За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки, тарифного оклада, любого оклада. Больший размер сохраняемой заработной платы может быть предусмотрен коллективным договором с соглашением. Еще один важный пункт указа особенно актуален для сферы здравоохранения. Теперь без предоставления листка нетрудоспособности, так называемого больничного, человек может быть освобожден от работы из-за плохого самочувствия на срок до трех дней. Однако это должно быть закреплено внутренним правовым актом или договором организации. Легкие формы острых респираторных вирусных инфекций, по мнению докторов, лучше лечить в домашних условиях. Причем за три дня сделать это вполне реально. Вот эти три дня. Можно их использовать то ли сразу, то ли по одному дню, но всякие ситуации бывают. Но из опыта, скажем, практического здравоохранения, обычно основное количество заболеваний, оно как раз в течение трех дней либо развивается, либо затухает. Самое основное – это установление доверительных отношений данной ситуации между нанимателями, между работниками. И это очень важно. Это есть культура общения, культура производства и так далее. Разработка документов велась на основе предложений трудовых коллективов. Ознакомиться со всеми положениями указа можно на официальных правовых порталах нашей страны.